Привет, мои дорогие! А я же продолжаю специально для вас скопаться в глубинах тайн вселенной ФНАФ. Данное видео является второй частью видео о шэдоу аниматрониках. И не просто так я решила сделать вторую часть, потому что, как оказалось, я ошиблась в паре моментов. Я обязана сделать видео исправления. К тому же и появились новые шэдоу, так что готовьтесь к новой информации. Субтитры сделал DimaTorzok Именно поэтому вам следует посмотреть сначала видео, где я разбираю, как ремнант влияет на бессмертие человеческих персонажей. И только после этого смотреть видео с разбором энергетического ремнанта. И уже потом это видео. Да, я мастер запутывать людей, но давайте уже начнем. Что и как у нас изменилось. Начнем с Афтона. Я ошиблась в том, что у него был шэдоу. Этот шэдоу не Афтон и, возможно, никак с ним не связан. Но, по крайней мере, я не ошиблась в том, что этот шэдоу существует. И этот шэдоу появился после выхода моего видео. И он совсем другой. Короче, если простыми словами, это не Уильям, а вот это Уильям. Так вот, этот вид шэдоу отличается тем, что это реально душа Уильяма. Когда же обычный шэдоу, это остатки душ убитых. И появление Уильяма в таком образе случилось не только во ФНАФ Хелп Вантед, но и в шестой книге Фазбер Фрайт. Пока полностью неизвестно, на что точно способна его душа. Потому что это Уильям, а Уильям способен на многое. Второй новый шэдоу аниматроник, это шэдоу Бонни. Из, опять же, шестой книги Фазбер Фрайт. Из истории в прятке. Он не является душой. Но тот факт, что он является энергетическим ремнантом, не отрицается. По сути, данный шэдоу является всего лишь игровым маскотом в игре Прятки. Но из-за жульничества Тоби, он смог выбраться из игры и стать его тенью. Он в буквальном смысле пришил себя к его спине. Его было видно только через зеркало. Ну, и его видел один парниша, который мог видеть что-то странное и необъяснимое. Ну, типа он экстрасенс. Или как называют людей, которые видят духов. И смысл этого шэдоу было выиграть в игру у Тоби. По внешности, это был Бонни. Не той Бонни. И у него были клыки. Они просто зубы. Так что да, это новый шэдоу. Как я уже говорила ранее, это может быть все тот же остаток чьей-то души, который преобразовался в игру. Точно так же, как и Уильям преобразовался в Глич Трапа. Из этого у меня проследует теория из видео о шестой жертве Уильяма. Если совместить видео о шэдоу, о шестой жертве и мини-игру ФНАФ 3, то этим останком может быть именно Эндрю Фазбер Фрайт, соединяя эту историю к копилогу. Либо же Майкл Брукс в играх, объясняя, как он смог создать ад для Уильяма и появление рядом с собой. Но не было бы нормально, если было бы так. К тому же, у шэдоу Бонни из ФНАФ вроде как имя состоит из Кода. И в книгах вроде тоже. Черт, это может многое объяснить. Но и для этого, опять же, придется ждать новых книг, потому что конкретно сейчас я ничего сказать не могу. Ну да, у нас есть шэдоу Фредди, который остаток души девочки Кэссиди. Шэдоу Бонни с именем Кода, который может быть остатком того же Брукса. Этот глючный шэдоу Бонни, который наверняка есть остаток Брукса. У нас появился шэдоу Бонни из игры в прятки, который может быть остатком Эндрю. Шэдоу Афтон, который есть Афтон. Так что я думаю, что когда-нибудь будет третья часть, если эта тема будет мусориться опять. И больше, когда у него возникнут идеи, что и как. Но вы же подождите вместе со мной седьмую книгу, не так ли? Так что на этом все. Смотрите видео из этой цепочки, чтобы понять побольше. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok